Итак, мы говорим о чувстве собственного достоинства. Чувство собственного достоинства — это такая сила в человеке, которая даёт ему возможность быть успешным. От человека, который понял этот принцип успеха, от него исходит такая сила, которая привлекает людей. Допустим, если женщина не замужем, она может выйти замуж, благодаря тому, что у неё правильно работает чувство собственного достоинства. Мужчина может легко, допустим, найти себе работу, которая ему нужна. Это всё происходит таким образом, что человека распознают по его чувству собственного достоинства, как визитная карточка, понимаете, в жизни человека. Но чувство собственного достоинства — это на самом деле не чувство собственного достоинства, это чувство достоинства, которым человека наделяет Бог. Именно достоинство. Или, наоборот, не достоинство, а униженность. То есть и происходит это только по одной причине. Если человек справляется с теми задачами, которые с судьбой... Вы уже лучше выглядите сегодня много. Да, хорошо. Человек, если справляется с теми задачами, которыми перед ним ставит судьба и Господь, то тогда его чувство достоинства, то есть, другими словами, Господь в сердце ему вдыхает очень сильное такое чувство достоинства, понимаете, когда человек правильные вещи делает. Когда он неправильно какие-то вещи делает, наоборот, ему в сердце вдыхается чувство униженности, или гордости, или суетливости, или депрессии, как мы вчера это все разбирали. Ну, то есть, другими словами, эти чувства униженности, гордости, депрессии, все это не чувства проклинающие человека, а это просто указание на то, что ты неправильно живешь. Понимаете, есть чувство суеты, напряжения, чувство неудовлетворенности, чувство, наоборот, заносчивости, типа «я, я, я» там, то есть, как бы, тоже это все указывает на то, что ты неправильно живешь. И все эти вещи, они есть в сердце, надо в них просто посмотреть, надо посмотреть в свое сердце, надо заглядывать туда почаще, и это называется внутренняя жизнь. Вы не сможете просто так заглянуть в сердце, потому что, чтобы посмотреть, даже просто чтобы посмотреть в сердце, нужно принимать усилия, особенно тем людям, которые совершили грех. Вот смотрите, допустим, вот как вы это расцените, вот такую вещь? Вот, допустим, если человек бросает близкого человека, он говорит «мы расстались», а если его бросают, он говорит «меня бросили». Как вы думаете, как вы оцениваете этот феномен? Почему так происходит? Думаете, человек хочет обмануть всех и сказать «мы», он хочет сказать, что не хочет говорить, что я бросил, и хочет обмануть, да? То есть он обманщик, да? Нет. Причина заключается в том, что человеку очень трудно заглянуть в свое сердце, трудно просто, нужно огромную силу внутреннюю мечь, чтобы заглянуть в свое сердце, если он совершает грех. Если человек совершает грех, то эта система самооценки у него полностью вырубается, то есть он уже не может туда смотреть. Ему очень трудно взять и посмотреть в свое сердце и оценить тот поступок, который он совершил. Поэтому у него замыливается в башке, он как бы, он говорит «ну мы расстались просто». Если его спросить «ты что бросил человеку?» он скажет «ну да, я бросил». Понимаете, но самому сказать, что вот это значит, что я оценил его поступок, а не он сам. Ну то есть я оценил, он согласился с этой оценкой. Но если его спросить его оценку того, что произошло, он опять вновь скажет «мы расстались». Ну то есть не «я бросил», а «мы расстались». То есть это значит, что у человека не хватает внутреннего ресурса, потому что чувство собственно достоинства настоящее у человека возникает в сердце, когда он свое сердце приводит в порядок. Нужно, чтобы в сердце работала психика. Сердце – это не сердце, понимаете, не вот этот мешок мышечный, тук-тук-тук-тук-тук. Мы говорим о сердце как о том месте, где живет душа. То есть мы не говорим о сердце как о мышечном таком структуре, а мы говорим вот об этом месте, понимаете, вот здесь. Здесь находится душа прямо в центре груди. И мы это называем сердцем, это место. Понятно, так вот принято, что мы это место называем сердцем, но это место не мышечного вот этого мешка, это даже мышечный мешок находится слева. А сердце, вот как мы говорим о сердце, это прямо посередине. Там находится судьба на самом деле. У человека вот здесь вот посередине находится судьба. И вот эта судьба и имеет какое-то для нас очень важное значение. Именно об этом мы и говорим. Вот там вокруг судьбы находится чувство собственного достоинства. И если ты действительно привел порядок, порядок это чувство, то тогда только в этом случае ты получишь этот феномен, о котором я говорю, феномен успешности. То есть ты станешь людям радостен или близок. Они будут тебя выбирать. Потому что Бог тебя наградил вот этой легкостью в сердце, это чувством, что ты не зря живешь, что у тебя все хорошо. Но для того, чтобы эта награда пришла, нужно сначала научиться сердцем разбираться. И это называется внутренняя жизнь. А первая стадия этого разбирания сердца называется самоанализ или внутренняя жизнь. То есть вот с этого надо начинать. То есть надо начинать именно с этих процессов, понимаете, а не с того, что человек пытается как-то улучшить свою жизнь, понимаете. То есть надо не улучшать свою жизнь, а сначала заглянуть в сердце себе. А для этого нужна вот эта вот сила внутренняя. То есть эта сила вырабатывается, опять же, правильным образом жизни. Это молитва, это сначала до молитвы идет здоровый образ жизни. То есть это просто гулять, начать на улице. Вот это гулять, почему я все время вам на это настаиваю, потому что это самый легкий способ вообще начать себя менять. Ну что такое вот пойти и идти? Ну человеку это вообще ни о чем. Это вообще не сложно. Вот наклоны, допустим, делать уже сложнее научиться. Вот, а просто взять, выйти и идти. Это же, ну проще некуда. Мы каждый день ходим, то есть это заставить себя идти. Это проще некуда вообще. И вот с этого надо начинать работу над собой. Просто взять лекцию, включил и пошел. Часа на два, на три. Сколько ты вот проверить, сколько я вообще могу пройти. Так, чтобы мне можно было. Четыре часа заряжайте, это самый максимум. Если, скорее всего, вы пройдете полтора часа, больше не сможете, скорее всего. Это значит, что дальше, через полтора часа будут болезни уже. Ну то есть, почему вы остановились через полтора часа? Потому что там непрочищенные психические каналы, там находятся болезни. И если вы будете ходить регулярно, то вы сможете уже проходить эти барьеры, когда не можешь, а идешь. И дальше лечение уже начинается в организме. И так, когда все барьеры пройдете, у вас где-то четыре часа займет, это очищение всего уже организма. При чем тут взглянуть в сердце и внутренняя жизнь? Для того, чтобы взглянуть в сердце и начать внутреннюю жизнь, для этого нужны силы человеческие. Эти силы берутся от природы. Ну то есть, надо начать просто сначала копить силы. Вот что значит посмотреть в сердце? Это значит не испугаться. Вот что у вас там в сердце? Вы же не знаете. Потому что, когда человек себе внутрь смотрит, ему плохо становится просто сразу. все, у него ощущение, что что-то неплохо. Потому что там много накопилось уже того, чем надо работать. Трудностей накопилось. И надо все равно с этим работать, понимаете? То есть, это молитвенный труд, это аскезы там разные и все прочее. Но когда человек всегда смотрит в свое сердце и живет по сердцу, в какой-то момент он может почувствовать, что ему стало намного легче, если он выбрал правильный путь. Вот как чувство собственного достоинства реагирует на человека? Человек просто выбрал правильный путь в жизни, он понял, как ему жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова